Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Монеты времен Митридата, античное письмо на металлической пластине и древние амфоры. Исторические находки с 6 века до нашей эры. По 11 век нашей эры показали сегодня губернатору Вениамину Кондратьеву. Глава региона посетил научно-культурный центр Фанагория в Темрюкском районе. Два года назад на базе археологического комплекса был создан музей. Здесь собраны находки, которые воссоздают историю. Ежегодно в летний период сюда на экскурсию приезжают более 2000 туристов. Вениамин Кондратьев отметил, что привлекать туристов можно не только пляжным отдыхом и горами, но и историей. То, что вы делаете, не только представляет ценность для истории или историческую ценность. Я думаю, что здесь это все может быть объектами показа для жителей края и гостей со всей страны, а может быть со всего мира. Вот здесь, конечно, эту возможность мы должны не упустить. Здесь на самом деле такие уникальные находки, городища, поселения, которые больше тысячи лет, двух тысяч лет. Затумайтесь. Конечно, это вот есть то, что может поманить туристов и на самом деле где-то даже заставить их сюда приехать, чтобы посмотреть и укунуться в эту двухтысячную или трехтысячную историю. Рабочий день губернатора Вениамина Кондратьева прошел сегодня в Темрюкском районе. Глава региона посетил несколько предприятий, а потом успехи и проблемы района обсудил с активом муниципалитета. До конца года в крае приведут в порядок больше тысячи километров автомагистрали. О ремонте дорог в регионе говорили на планерке у губернатора. Вениамин Кондратьев проверил темпы работы с главами районов, сверил сроки их окончания. Подробности у наших краснодарских коллег. Такой большой дорожный ремонт в крае не делали практически никогда. Техника работает чуть ли не в каждом городе и станице Кубани. Свежий асфальт метр за метром появляется на всех основных магистралях. Самая масштабная стройка развернулась в Краснодаре. Днем и ночью дорожники восстанавливают проезжую часть на улицах Тургенева, Новороссийской и Садовом мосту. Сегодня самое время подвести промежуточные итоги, считает Вениамин Кондратьев. На Садовом мосту тоже открыто движение трамваев. Здесь вот вам огромное спасибо. Безусловно, ситуация была на вашем личном контроле. И вы уложили здесь срок. Но тем не менее, по целому ряду крупных объектов в Краснодаре есть и серьезные отставания. Улица Новороссийская и улица Тургенева. Как же мы сможем тогда выполнить то, что мы обещали краснодарцам по этим двум улицам, которые уже, я не знаю, на всю страну известны? Вениамин Иванович, докладываю, есть уверенность у меня лично, что улицу Новороссийскую для движения транспорта, как мы и гарантировали, к концу года будут работы завершены и движение будет восстановлено по улице Новороссийской. Я еще раз беру эту ответственность. У нас до конца года остается еще достаточно времени, и к концу года этот объект будет у нас сдан. Иванович, до конца года остается полтора месяца. Подрядчик надежный. Посмотрим по результатам. Зачем нам эти слова справиться, надежный, хороший, доходите, золотой? Нету результата, значит, грош ему цена. Если нет, результат. По итогам года те, кто отвечал за определенные направления, если они с ними не справились, поверьте, им нет смысла больше отвечать за эти направления. Не смогли, не освоили, растерялись, как вы говорите, что-то где-то документацию напутали или не донесли. Но нет смысла, еще раз подчеркиваю, дальше продолжать с ними движение вперед. Зачем мы держим тех, кто не способен? Чтобы привести в порядок самые проблемные дороги края, выделили 23,5 миллиарда рублей. Из них миллиард – федеральные деньги. Но воспользоваться ими поспешили не во всех районах. Например, в Темрюкском и Крымском еще даже не заключили муниципальные контракты на работы. А в сельских поселениях сразу нескольких муниципалитетов не начали дорожный ремонт. Спрос за это на планерке в отдельности с каждого главы района. Но, по словам Венемина Кондратьева, ответственность с ними должны разделить и краевые чиновники. В первую очередь сотрудники регионального Минтранса. Коллеги, возьмите и поездите по муниципальным образованиям. Там, где строятся дороги или не строятся, ремонтируются они или не ремонтируются. Вы реально поймете, в чем ситуация. Пригласите тех руководителей. И поймете, это руководитель перед вами, управленец или чиновник стоит из муниципалитета, который не понимает элементарного. И тогда вы будете по-другому ощущать проблему и проблематику в целом. Я уже не говорю про тех, кто у вас отвечает за строительство дорог в том или ином муниципальном образовании или за ремонт. А в противном случае вся зона ответственности ваша, потому что вы даже так схематично понимаете, что где происходит у вас. Возьмите все и разъедетесь по районам. С прошлого года развернулась на Кубани еще одна масштабная стройка детских садов и школ. И сегодня по графикам работ тоже сверяют часы. До конца этого года должны закончить возведения сразу восьми учебных заведений. А это 3200 новых мест. Деньги на них выделены из краевого и федерального бюджетов по двум программам – жилища и образование. По программе образования у вас есть тревога? Нет. У нас, Венеменович, уже зашли дети в школу в Староминскую, зашли дети в школу в Беранду, в город Сочи и зайдут 10 ноября в школу Хутор Школьный, Крымский район. Три школы на выходе у нас находится, это город Сочи, 400 мест Армавир, 400 мест Новороссийск, 400 мест. Хутор Ленина – это восьмая школа, она до конца года по строительной готовности будет сдана, и 1 сентября следующего года она примет детей. Коллеги, другого на пути явно нету, и мы должны понимать, школы мы начали строить, мы продолжим их строить. Темпы обещают не сбавлять и после нового года. До 2019-го в планах достроить еще три детских сада и восемь общеобразовательных заведений, в том числе и в Армавире, Краснодаре, Северском, Туапсинском и Динском районах. Всего же за время большого строительства на Кубани откроют 20 школ. Мария Крожна, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар. Дорожный вопрос касается каждого. Минувшей ночью в Сочи в результате ДТП погиб человек. Авария произошла на улице Каспийская. По предварительным данным, около часа ночи здесь произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ, 14 и 6 моделей. Удар был такой силы, что машины оказались полностью деформированы, сообщают кубанские новости. На месте происшествия от полученных травм погиб водитель шестерки. Водитель второго автомобиля и пассажир доставлены в больницу. Подробности случившегося устанавливаются. Как бороться с наводнениями, землетрясениями и пожарами обсуждали в Сочи. Сегодня в городе начались заседания специальных рабочих групп организации Черноморского экономического сотрудничества. Международное совещание будет проходить в течение трех дней. О целях и задачах Ольга Десятого. Заседания специальных рабочих групп организации Черноморского экономического сотрудничества проходят в Центре подготовки спасателей ЮРПСО в Красной Поляне. Вообще, организация ЧЕС объединяет 12 стран. Но на совещание в Сочи свои делегации, в числе которых и представители чрезвычайных служб, направили всего четыре государства – Россия, Армения, Молдова и Турция. Цель – обмен опытом в ликвидации и предотвращении наиболее опасных стихийных бедствий – землетрясений, природных пожаров и наводнений – явлений, которые могут стать реальной угрозой развитию черноморских стран. Специалисты и эксперты по каждому из этих направлений делают свои презентации, обмениваются опытом, рассказывают о ошибках, достижениях и делятся лучшей практикой. Да, у нас действительно 12 стран-членов, но некоторые страны не во всех мероприятиях участвуют, исходя из своих интересов. Сегодня, в первый день совещания, рабочая группа обсуждала конкретные предложения по борьбе с подтоплениями и селями. Тема весьма актуальная и для Сочи, поэтому международный опыт будет весьма полезен для курорта. В предчерноморских странах климатические условия примерно одинаковые. И все страны представлены горами, то есть возвышенностями, которые подвержены и оползнями, и селями, и лавинами, как у нас сейчас наступает лавиноопасный период в Красной Поляне. И мы сейчас призваны объединить, может быть, скоординировать усилия стран Причерноморского региона под этим трем направлениям. Заседание специальных рабочих групп организации Черноморского экономического сотрудничества в Сочи продлится еще два дня. В четверг и в пятницу делегации представят свои доклады по накопленному опыту стран в сфере предупреждения масштабных природных пожаров и землетрясений. Будет взят на вооружение и опыт МЧС России. Сегодня наше министерство чрезвычайных ситуаций по применяемым технологиям один из лидеров не только в странах ЧЕС, но и во всем мире. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи объявлена неделя по наведению порядка. Курорт готовится к празднованию Дня города. Больше ста мероприятий пройдут с 10 по 20 ноября. В эту субботу жители города должны провести субботник на своих придомовых территориях. А за счет городского бюджета будет произведен ямочный ремонт дворовых проездов. Об этом сегодня шла речь в ходе планерного совещания. Подробности у Татьяны Говорковой. Масштаб празднования Дня города в этом году грандиозный. Мероприятия пройдут во всех районах курорта с 10 по 20 ноября включительно. Первым в серии праздниц станет форум-фестиваль духовно-нравственной культуры Покров. Он пройдет в Сочи третий раз по благословению митрополита Исидора в Зимнем театре. Сочи первый в крае по развитию юно-армейского движения. И 11 числа в Олимпийском парке примут присягу 200 юно-армейцев. 13 ноября пройдет Всемирный день доброты, в рамках которого запланировано проведение четырех акций. Подробная афиша всех мероприятий появится на информационных стендах города. Всего в этих пяти афишах более ста мероприятий. Ста. Вот такой большой, мы грандиозный готовим праздник. Уже с завтрашнего дня весь город, все наши присутственные места заклеим этими афишами. 17 ноября пройдет первая городская премия «Золотой Прометей» в области гостеприимства. А основные события в честь Дня города стартуют 18 ноября. Это крестный ход, шествие кубанского казачьего войска и фестиваль-конкурс «Этносочи». На курорте откроют 10 новых туристско-экскурсионных маршрутов, а также сочинцев ждут многочисленные подарки. Основные мероприятия пройдут на площади Флага, улице Новогинская, в Черешневом саду и, конечно, на площади Южного мола. 18-19 это большие народные гуляния. Вот эти все 100 мероприятий будут проходить в эти два дня. И у нас будет в первую еду. Мы будем презентовать на книгу рекордов России и будем измечать большой сочинский качагул. И это тоже будет на Южном молу. Это будет особая такая видовая акция, которая пройдет в 11 часов. Подготовиться ко дню города должны и горожане. Мэр Сочи сегодня объявил о старте недели по наведению порядка. В эти выходные жители всех улиц должны убрать свои придомовые территории. Технику и бесплатную утилизацию отходов предоставят главы районов. Им также поручено заняться вопросом проведения ямочного ремонта во дворах. Ямочный ремонт надо сделать. Везде сделайте мониторинг. По всем улицам своего района. День города он и есть. Это день улицы, это день квартала. И конечно есть у нас капитальный ремонт, который мы ведем планово, правильно все. Молодцы. Но есть еще и те улицы, которые не будут подвергнуты капитальному ремонту. Но ямочный там сделать ремонт нужно. Кроме того, главам районов поручено провести инвентаризацию дворов. На данный момент в системе ГИС и ЖКХ не зарегистрировано 2090 территорий. А ведь это одно из условий для вхождения курорта в федеральную программу создания комфортной городской среды. Она позволит в следующем году привлечь в городской бюджет около 300 миллионов рублей для благоустройства дворовых территорий. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Яндекс назвал самые популярные запросы о городах России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании, если в Петербурге россиян больше всего интересуют достопримечательности, то самый частый запрос о Москве касается работы, интересует жителей нашей страны и Сочи. Традиционно Москва по количеству запросов в поисковике занимает первое место. С августа прошлого года пользователи искали информацию о столице России 339 миллионов раз. В числе популярных у россиян городов не только мегаполисы. Так, Краснодар фигурирует в 61 миллионе поисковых запросов. У Сочи 57 миллионов запросов за год. Причем, если в Сочи россиян волнует расположение пляжей, то в Краснодар многие хотели бы переехать. Владивосток интересует многих в плане покупки поддержанных автомобилей. В Томске и Омске россияне хотели бы учиться. В Кирове самые популярные запросы касаются покупки шуб. А пенза интересует россиян как крупный мебельный центр. По данным МЧС, с 8 по 11 ноября в горах Сочи выше 2000 метров лавина опасна. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в горы в этот период. В случае происшествия звоните с мобильных телефонов по номеру 112. Тем не менее, в Сочи горнолыжный сезон планируют открыть 25 ноября. Конечно, если будет благоприятный прогноз погоды. 24 ноября завершаются плановые профилактические работы на канатных дорогах. С 25 ноября служба эксплуатации будет открывать канатные дороги с учетом их готовности для катания. Поэтому горнолыжный сезон может стартовать в любой момент, если позволит погода. Сейчас, к примеру, на курорте Горкий город, который ежегодно первым открывает сезон, достаточно много снега в зоне Цирк-2 на хребте Аибга. Теперь необходимы устойчивые минусовые температуры, чтобы включить снежные пушки. Кроме того, ратраки должны сформировать подложку. И только потом можно будет начинать катание. Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон в горах Красной Поляны стартует в начале декабря. В октябре советник руководителя Ростуризм рассказал, что Сочи стал самым популярным городом России для новогодних каникул. Объявлен всероссийский творческий конкурс на лучший дизайн-проект объектов лайнера «Князь Владимир». Дизайнерам предоставляется возможность проявить себя на четырех площадках судна. Первый объект – ресторан. Его решено перепрофилировать в концептуальный караоке-бар. Второй объект – крупногабаритная каюта «Люкс» на восемь палуб с индивидуальным выходом на палубу. Также на двух открытых палубах с бассейнами планируется изменить оформление, добавить фотозоны. В конкурсе могут участвовать профессиональные дизайнеры-архитекторы, а также студенты профильных вузов. Срок предоставления заявок для участия в конкурсе – 11 ноября. Срок предоставления дизайн-проектов – до 9 декабря. По итогам конкурса будут определены четыре победителя по одному на каждый объект. В качестве призового фонда победителям подарят путевку на одноместное размещение в комфортабельной каюте будущим летом. А в отремонтированных согласно дизайн-проектам пространствах будут размещены информационные таблички с именами и фамилиями авторов. Сегодня на площади у Зимнего театра скакали лошади и круто входили в повороты патрульные машины. Там прошла репетиция парада к предстоящему дню сотрудника органов внутренних дел. В преддверии профессионального праздника правоохранителей в Сочи 9 ноября состоится торжественное шествие подразделений городской полиции. Мероприятие начнется в 11 часов на площади у Зимнего театра. В связи с этим автомобилистам следует заранее продумать пути объезда, а всех желающих приглашают стать зрителями. Пройдут тут иконы и пешие сотрудники полиции, а патрульные машины устроят дрифт, покажут, что догнать могут каждого нарушителя. Торжественная часть мероприятия состоится чуть позже в самом Зимнем театре. Особо отличившимся правоохранителям вручат очередные звания и награды. Сегодня завершает свою работу Международный фестиваль искусств «Кинотаврик». Он проводится в Сочи уже в 17-й раз и по-прежнему участвуют в нем самые творческие дети нашей страны. А сегодня они посетили мастер-класс продюсера, актера, автора идеи фестиваля «Кинотаврик» Марка Руденштейна. Участники фестиваля стали собираться минут за 20 до начала мастер-класса. Вот, например, дети из Ярославля. Занимаются они в киножурнале «Компот», изучают актерское мастерство, сценическую речь и движение. Учатся у выпускников театральных вузов. Каждый из этих ребят уже сейчас ставит для себя задачу на будущее. Все, безусловно, хотят быть успешными, выбрать актерскую профессию. А вот для чего – объясняют по-разному. Потому что тебя показывают на телевизоре, ты можешь стать знаменитостью. Я не люблю сидеть на месте, скрывать свои мысли, скрывать то, что во мне вот эта энергия. А на сцене ты всю эту энергию выплескиваешь на зрителя. Марк Руденштейн начал свой мастер-класс с опроса «Кто какую последнюю книгу прочитал» и спектакль посмотрел. И объясняет, что без литературы в их творческой среде делать нечего. В следующем году «Кинотаврик» планирует вернуться к большому кино. Чтобы дети могли не только здесь показывать то, что удалось снять у себя в регионах, но и тут же учиться у настоящих режиссеров и актеров. Я убедился на просмотрах кинопрограммы, что это ужас какой-то. Дети ничего не видят. Они смотрят только блокбастеры и не понимают, и не читают, и не видят. И поэтому они делают ужасное кино. Не просто ужасное с точки зрения кино, а с точки зрения начитанности, видения того мира. И поэтому мы будем теперь отбирать лучших 10 фильмов за год. Действительно лучших. Не по принципу кассовых фильмов, а 10 лучших фильмов за год. И делать такой суперконкурс. Еще Родинштейн объясняет, искать таланты среди детей это всегда была задача фестиваля, и она никогда не изменится. За эти 17 лет 35 участников «Кинотаврика» вгрызли в серьезных артистов. Гелина Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Сочинцев приглашают поучаствовать в городском поэтическом конкурсе. 25 ноября в 14 часов в Центральной библиотеке на улице Чайковского пройдет третий ежегодный конкурс «Поэт Сочи». Заявки на участие принимаются в свободной форме, в личном сообщении, через социальную сеть ВКонтакте или на электронную почту с заголовком в письме «Поэт-2017». К заявке нужно прикрепить короткую анкету участника. В конкурсе могут принять участие как жители, так и гости города от 16 до 60 лет. Победители получат дипломы и подарочные сертификаты. Всего будет три призовых места, а также приз зрительских симпатий. Все стихи должны быть авторскими. В первом туре участникам необходимо подготовить стихотворение о любимом городе. Это не обязательно Сочи. И второе стихотворение в одном из жанров – сатира, юмор, басня, ирония. Во втором туре от авторов потребуются уже три стихотворения – любовная лирика на осеннюю тематику и стихи о природе. Прошедших в третий тур попросят написать три стихотворения на свободную тему. Сегодня Международный день КВН. Именно в этот день, 8 ноября 1961 года, в эфир вышла первая игра клуба веселых и находчивых. Последние подсчеты утверждают, что в КВН так или иначе вовлечены около 12 миллионов человек со всего русскоязычного мира. КВН – это уже давно не просто веселая программа, не просто злободневный юмор и шутки, и даже не просто телевизионный эфир Центрального российского канала. Это школа, которая прибивает навыки выступления на публике, умение держать себя. В общем, те качества, которые необходимы современному молодому человеку. В Сочи ежегодно на фестиваль КВН собирается до 600 команд. Активно поддерживается это движение и в крае. Губернатор Кубани неоднократно встречался с командами и обсуждал последние тенденции в движении КВН. К сожалению, иногда за шутку пытаются выдать какое-то постановочное шоу, пряча смысл за песней и танцем, отмечает бессменный член жюри Юлию Гусман. Но юмор, умение ловко и метко импровизировать были и остаются здесь главными. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.